Всем привет! Меня зовут Даша. Сегодня я отвечу на вопросы, которые вы задали мне в Instagram и на моей Patreon-странице. У-у-у, чего отпустить тебя? Ну ладно. Я впервые делаю видео с ответами на вопросы, поэтому вопросов было немного, но они все очень интересные. Первый вопрос, на который я хочу ответить, касается ситуации с коронавирусом и моим опытом. Поэтому, если вам не интересно слушать про коронавирус, перемотайте на следующий вопрос. Ну, что я могу сказать? Ситуация с COVID в России ухудшается с каждым днем. Если вы посмотрите цифры официальной статистики, то увидите, что число случаев коронавируса, то есть количество человек с диагнозом коронавирус каждый день увеличивается. И это, конечно, очень плохо, потому что, несмотря на то, что у нас растет число заболевших, люди все равно до сих пор игнорируют масочный режим. То есть, многие из них не хотят носить маски. В некоторые магазины, особенно продуктовые магазины, людей без масок не пускают. И также в метро охранники на входе всегда просят надеть маску, чтобы оградить себя и других от распространения заболевания. Но есть, конечно, COVID-диссиденты в России. То есть, это люди, которые до сих пор не верят в существование коронавируса и считают, что это все выдумки, что это сделано специально, что это мировой заговор. Но я надеюсь, что в числе моих подписчиков COVID-диссидентов нет. И я надеюсь, что вы все соблюдаете масочный режим, соблюдаете карантин. Как это случилось у нас? 7 октября мой муж почувствовал себя плохо на работе. У него заболела голова, поднялась температура, начался насморк. И он отпросился с работы домой и вызвал на дом врача. В России, если у вас есть полис обязательного медицинского страхования или дополнительного медицинского страхования, вы можете вызвать врача на дом. То есть, врач придет к вам домой, чтобы осмотреть вас. Это можно сделать, если вы чувствуете себя плохо и понимаете, что вы сами до больницы дойти не можете. Врач пришел к нам домой, осмотрел моего мужа и сказал, что симптомы, которые он имеет, не похожи на симптомы коронавируса. То есть, это повышенная температура, насморк, головная боль. И мы подумали, что это просто простуда. Врач сказал, что все равно нужно сдать тест на коронавирус. И мы решили оставить заявку на сайте лабораторной службы, которая тестирует на коронавирус. К нам из службы пришел курьер и отдал специальный набор для того, чтобы мой муж сам взял у себя мазок. То есть, нужно было взять мазок из носа и из горла. Нужно было палочкой поводить по стенке горла и потом положить его в специальный пакет и отдать курьеру. Через день на почту пришел результат. Было написано, что результат первично положительный. То есть, не положительный и не отрицательный. Мазок отправили на дополнительную проверку. И через еще два дня пришел результат положительный. То есть, у моего мужа обнаружили коронавирус. Как мы себя чувствовали в те дни? Сначала, как я уже сказала, у мужа был насморк и повышенная температура около 38. И потом была слабость, сонливость. И я ничего такого на себе не ощущала. У меня не было повышенной температуры. Да, кстати, еще у него были проблемы с обонянием. В один момент он перестал чувствовать запахи и вкус еды. Какое-то специальное лечение нам не было назначено. Тем более, мы не пили никакие антибиотики. В России очень много рекламы лекарственных средств. Везде, в метро или по телевизору постоянно, когда наступает весна или осень, периоды простуд. У нас постоянно запускаются рекламы разных противовирусных средств, разных антибиотиков и иногда даже иммуностимуляторов. Но я хочу сказать, что в такой рекламе есть огромный недостаток. Многие люди в России решают, что они могут самостоятельно заняться своим здоровьем, да, заняться самолечением и покупают какие-нибудь антибиотики, покупают какие-нибудь антивирусные препараты, которые никак не лечат коронавирус, но при этом влияют на печень и на организм в целом. И очень часто негативно. И поэтому я хочу обратиться ко всем своим зрителям. Никогда не занимайтесь самолечением, никогда не назначайте себе препараты самостоятельно. Потому что, во-первых, вы можете так угробить свое здоровье, то есть нанести вред своему здоровью, во-первых. А во-вторых, в результате приема препаратов может возникнуть устойчивость. Что-то я слишком много рассуждаю, давайте продолжим. Так вот, примерно через три дня после того, как мы получили результаты теста, мы оба почувствовали слабость и сонливость. Например, мы могли спать до десяти, до одиннадцати утра, потом после обеда нам снова хотелось спать. И, конечно, это очень негативно сказывалось на моей продуктивности. Мне совсем не хотелось ничего делать, мне не хотелось работать. Поэтому я была не очень активна в соцсетях в октябре. Я не записывала никакие новые видео. Только по вечерам, после того, как я посплю днем, у меня открывалось второе дыхание, и я могла вести уроки. Чему я очень рада, потому что это меня вдохновляло и придавало мне сил. Примерно первые две недели было тяжело, не было сил, хотелось спать. Мы постоянно ели, спали, смотрели сериалы, читали книги и практически ничем полезным не занимались. Но потом у нас уже было ощущение, что мы выздоравливаем. У меня появилась энергия, я начала заниматься своим проектом, и было ощущение, что болезнь отступает. Но сейчас до сих пор иногда такие дни случаются, когда мне хочется прилечь после обеда, хочется немного отдохнуть. Нам сказали, что 21 и 23 числа придут врачи из местной поликлиники, чтобы взять у нас повторный мазок на коронавирус. У меня это был бы первый мазок, так как я до этого его не сдавала. У мужа был бы второй мазок, то есть это как контрольный мазок. Если два теста будут отрицательные, значит он полностью выздоровел, значит он может выходить гулять, выходить на работу и так далее. И вот 21 октября наступило, но к нам никто не пришел. Мы начали звонить в поликлинику. Было очень сложно дозвониться, потому что линия постоянно была занята, или звонок просто скидывали. И когда мы наконец дозвонились, нам сказали, ждите врача. Мы ничего не можем вам сказать, мы не можем сказать, когда он придет. Ждите в списке, ждите врача. И вот получается с 21 числа мы сидели до вчерашнего дня. Только 28 числа, после того как я позвонила в районную больницу и сказала, к нам до сих пор никто не пришел, только в этот день к нам пришли взять мазки. И мы были очень счастливы, потому что было ощущение, что мы просто заперты и находимся в каком-то в плену у системы. Из-за чего так получилось? Конечно же мы не виним врачей, мы знаем, что у врачей сейчас очень много работы. Это просто происходит из-за того, что по России и по Санкт-Петербургу огромное количество новых случаев заболевания. То есть врачи просто не справляются, они просто не успевают приходить к каждому. И как я уже рассказывала в предыдущем видео, если вы не смотрели его, сейчас появится ссылка, я показывала район, в котором живу и вы видели количество домов, которые находятся в этом районе. Именно поэтому одна поликлиника просто не имеет достаточных ресурсов для того, чтобы обеспечить всех заболевших своевременной помощью. Извините за такой долгий ответ на вопрос, но я просто считаю очень важным донести до вас эту информацию, что, во-первых, не нужно сразу бежать и заниматься самолечением. Во-вторых, нужно обязательно очень много пить горячих напитков, то есть не напитков, в которых много сахара, а делать самостоятельно какие-то чаи. Например, что делали мы? Мы делали чай из черной смородины, замороженная черная смородина. Я ее заливала горячей водой, толкла, то есть превращала в пюре, и затем добавляла разные травы с нашей дачи. И этот чай мы пили в течение дня. Я, наверное, выпивала кружек семь за день. То есть во время лечения от коронавируса очень важно обильное питье, то есть нужно обязательно много пить. Но это должен быть не кофе и не черный или зеленый чай, лучше какой-то травяной чай или чай из ягод. То есть что-то, что не будет давать лишнюю нагрузку на организм, на ваше сердце. Ну и обязательно обратитесь к врачам, если чувствуете себя плохо. Так, следующий вопрос Дрегос Иоан задал. Привет, Даша! Какие у тебя любимые фильмы, и кто твой любимый режиссер? Признаюсь честно, я не очень слежу за творчеством каких-то отдельных режиссеров. Но, конечно, у меня есть любимые иностранные фильмы. Но я хочу сегодня рассказать вам о фильмах российских или русскоговорящих режиссеров, на которые вам стоит обратить внимание. Первый режиссер, которого вы, скорее всего, все знаете, это просто гениальный человек. Его зовут Андрей Тарковский. Андрей Тарковский снял такие фильмы, как «Иваново детство», «Андрей Рублев», «Солярис», «Жертвоприношение», «Зеркало» и «Сталкер». Я думаю, что многие из вас слышали как минимум о «Сталкере» и «Зеркале», но я вам хочу порекомендовать фильм «Солярис». Так как пленка в советское время была очень дорогая, фильм «Солярис» снимали практически с первого дубля, то есть актерам приходилось много раз репетировать перед тем, как снимался тот самый дубль, который вошел в фильм. Фильм «Солярис» не совсем передает сюжет книги, которую написал Станислав Лем, поэтому я вам советую и прочитать книгу, и посмотреть фильм Андрея Тарковского. Следующий режиссер, фильмы которого стоит посмотреть, это Александр Сокуров. Один из его фильмов, который очень любят иностранцы, называется «Русский ковчег». Действие фильма происходит в Эрмитаже, и очень интересно то, что фильм был снят одним дублем. Вместе с героями фильма мы совершаем прогулку по Зимнему дворцу и окунаемся в разные периоды истории России. Я думаю, что вам обязательно стоит посмотреть этот фильм. Если вы, например, чего-то не поймете, то обязательно прочитайте о том, как создавался этот фильм и какие герои, какие истории в нем переплетены. Еще один режиссер фильма, которого я просто обожаю, это Алексей Балабанов. И вы, наверное, смотрели его культовые фильмы «Брат» и «Брат 2». Лично я больше люблю «Брат 2». Я также хочу вам порекомендовать одного советского режиссера. Это Элем Климов. Он известен фильмами «Добро пожаловать» или «Посторонним вход воспрещен». Это очень забавная комедия о мальчике, который едет в детский лагерь. И второй фильм совершенно противоположный по жанру, но просто невероятно красивый. Его очень, сразу предупрежу, его очень тяжело смотреть, так как он рассказывает о войне, о геноциде белорусского населения нацистами. Этот фильм называется «Иди и смотри». «Иди и смотри». Мне кажется, это один из самых страшных фильмов о войне, потому что режиссура и операторская работа настолько реалистично передают события фильма. Почему называется «Иди и смотри»? Потому что мы наблюдаем за мальчиком, который оказывается в самом центре боевых действий. Он наблюдает за событиями, которые происходят в его деревне. И второе – это то, что мы наблюдаем за войной, как будто находимся в самом центре событий. То есть такое ощущение, как будто мы сами переживаем то, что переживает герой. Фильм можно найти на YouTube и также посмотреть субтитрами на сайте Russian Film Hub. Мы с Ричардом, создателем сайта Russian Film Hub, несколько раз уже обсуждали фильмы. Если вы не слушали наш с Томом подкаст, куда мы приглашали Ричарда, обязательно послушайте. Ссылка будет в описании. Это подкаст на русском языке, и у нас скоро появятся транскрипции. Вы сможете их скачивать и узнавать новые слова, новые выражения. Еще один фильм о войне, который мне очень сильно понравился и запомнился, это фильм режиссера Натальи Трощенко. Фильм называется «Сошедшие с небес». Замечательный фильм, я тоже вам рекомендую его посмотреть. Фильм рассказывает о послевоенных событиях и показывает нам то, как тяжело было построить нормальную жизнь людям, прошедшим через войну. И я думаю, что также важно смотреть такие фильмы, чтобы понимать, какой след оставляет война в душе человека, во-первых, а также чтобы мы помнили, что война — это страшно, это ломает жизни, и что нужно все-таки сохранять мир на земле. Так, о ком я еще хотел сказать? А, да, конечно же, Андрей Звягинцев. Андрей Звягинцев — это режиссер, который родился в том же городе, что и я, в городе Новосибирск. Первый фильм Андрея Звягинцева, который я посмотрела, называется «Возвращение». Это великолепный фильм. Когда я его впервые смотрела, мне было, по-моему, 17 лет, и, признаюсь, мне было немного скучно смотреть этот фильм, потому что фильм очень размеренный, долгий. Он рассказывает о том, как отец возвращается после долгого отсутствия к своей семье, берет сыновей и едет с ними в далекое путешествие. Я не буду вам рассказывать весь сюжет, вам нужно посмотреть, но концовка фильма просто поражает. И после того, как досмотришь фильм, хочется включить и посмотреть его заново уже другими глазами. Андрей Звягинцев также снял фильм «Не любовь» — о семейных отношениях, «Левиафан» — о отношениях в семье и отношениях вообще с государством в целом, о политике даже, можно так сказать. Многим иностранцам нравится этот фильм, многие русские ругают этот фильм. Не знаю, посмотрите сами, и у вас будет свое мнение, свое впечатление об этом фильме. Я только что поняла, что я для вас сделала подборку таких немного трагичных фильмов, то есть это драмы, это сложные истории, истории людей, истории их судеб. Но я также думаю, что российские режиссеры особенно хороши в этом жанре. Комедии советские, да, комедии советского времени все любят, все знают, и я не буду еще раз их повторять здесь, но если вы хотите, я сделаю специальную подборку еще советских комедий, советских фильмов. Современные комедии, да, возможно, что-то найти хорошее, но давайте сегодня о них не будем. И еще один режиссер, которого я хочу порекомендовать, это молодой режиссер, его зовут Кантемир Балагов, это ученик Александра Сокурова. Я смотрела его фильмы Теснота и Дылда. Дылда получил приз за лучшую режиссуру на Каннском фестивале в 2019 году. Я вам советую посмотреть оба фильма. Так, ребята, мое видео затянулось. Сейчас я еще отвечу на пару вопросов, которые мне поступили. Какими еще языками интересуются русские? Ну, вы знаете, сейчас русские интересуются помимо английского еще большим количеством других языков. Это зависит от того, чем хочет заниматься человек. Очень многие изучают, например, французский или немецкий, чтобы учиться в университете в Европе. Многие учат итальянский, потому что любят путешествовать или хотят как-то связать свою жизнь с Италией. Испанский язык также очень популярный. И на факультетах востоковедения изучают японский, китайский. Я бы сказала, разные языки. Нельзя сказать точно, что есть какой-то топ языков, которые учат русские люди. В России много полиглотов, и вы можете попробовать найти их аккаунты. Следующий вопрос про Семика. Это про моего кота. Он там сидит на окне. Сколько ему лет? Откуда он взялся? Мы Семика взяли из приюта. Ему я не знаю, сколько ему лет. У него достаточно плохие зубы. У него есть камни на зубах. Я думаю, что ему больше пяти лет. Мы его взяли, по-моему, два года назад или даже три года назад. Сема, сколько ты уже с нами живешь? Раньше он жил с бабушкой, у которой были другие котики. Но после того, как бабушка умерла, Сему отдали в приют. Он был очень напуган, когда мы пришли смотреть котиков. Он постоянно прятался. И мне очень понравилось то, какие у него длинные, сильные лапы, какая красивая мордочка. И, конечно, было сложно разглядеть его индивидуальность, когда он был в приюте, потому что он был очень напуган. Он жил там в течение месяца и боялся других кошек. Но когда мы его взяли домой, через неделю, через две он освоился и стал просто, я думаю, самым лучшим котом в мире. Он очень умный, он очень ласковый и просто очень классный кот. Еще он очень любит разговаривать. А летом, когда мы жили на даче, Сема освоился и стал ловить мышей. Еще один вопрос о том, насколько дорого жить в России и как найти здесь работу. Стоимость жизни в России зависит от того, какой город для своей жизни вы выберете. В Москве, например, жизнь очень дорогая, но и зарплаты там достаточно высокие. Если вас интересует стоимость жилья в России, вы можете зайти на такие сайты, как, например, Авито или Циан. Ссылки я оставлю в описании. И там вы можете выбрать город и посмотреть, сколько стоит снять квартиру или сколько стоит купить квартиру. Конечно, в регионах жизнь намного дешевле, чем, например, в Москве или Санкт-Петербурге. Если вы, например, хотите снять однокомнатную квартиру в Санкт-Петербурге, в районах, которые находятся чуть дальше от центра, это будет стоить, наверное, от 25 тысяч рублей в месяц. И чем ближе к центру города, тем, соответственно, дороже. Стоимость продуктов вы можете также посмотреть на таких сайтах, как Лента, Вкусвилл. Просто нужно загуглить и открыть каталог. Вы увидите, сколько у нас стоят продукты. В среднем мы тратим от 1000 до 3000 при походе в магазин. Что касается работы, есть такие сайты, как Headhunter. И на этом сайте вы можете посмотреть вакансии, что требуется от соискателя, то есть от человека, который ищет работу, и отправить резюме работодателю, если хотите работать в России. Напишите, пожалуйста, в комментариях, интересна ли вам эта тема. И последний вопрос, на который я хочу сегодня ответить. Это вопрос от Тома. Привет, Том! Том — это англичанин, с которым мы записываем подкаст The Russian Twist. Если вы его ещё не слушали, ссылка будет в описании. И Том задаёт такой вопрос. If there was one day that you could relive, which day would it be and why? То есть, если бы был какой-то один день, который бы я смогла прожить снова, какой бы день я выбрала и почему? У меня в жизни было очень много дней, которые бы мне хотелось прожить снова. Очень многие из них связаны с путешествиями или с моей жизнью за границей. Но сегодня я хочу рассказать об этом дне, который был в России. В 2014 году я три месяца жила на Северном Кавказе в горах. Место называется Дамбай. И мы часто с друзьями ходили в походы на один день. И один из таких походов мне очень запомнился. Нас собралось, наверное, человек 20, и мы всей группой поехали на машине в горное ущелье. И затем мы вышли из машины, и вместе с проводником мы стали подниматься по маршруту. Мы должны были увидеть около десяти озёр. Я, если честно, сейчас уже не помню. Но что мне особенно запомнилось, так это то, как красивы были эти озёра. На одном из них я увидела льдины. То есть это озеро было покрыто льдом. Другое озеро было ярко-голубого цвета. Мы увидели несколько разных озёр, и на одном из них устроили привал. Было очень круто. Мы все принесли разную еду и начали делиться этой едой, общаться. Сделали горячий чай на огне. Когда мы уже направлялись вниз, долина выглядела просто невероятно. Да, это был незабываемый день, полный приключений и красоты. Спасибо за ваши вопросы. Я буду рада увидеться с вами снова в следующем видео. Пока-пока! Субтитры создавал DimaTorzok